Сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию на центральном рынке. В Чувашии стартовала акция «Тест для победы. Победы над смертельной инфекцией». Программа при поддержке фонда президентских грантов в девяти регионах Приволжского федерального округа. До октября тест-мобиль побывает в разных районах республики. В таком мобильном пункте пройти тест на ВИЧ-инфекцию можно меньше, чем за одну минуту. Сначала нужно заполнить анонимную анкету. Это просто согласие на процедуру. Сейчас я сдам кровь. И уже через 15 минут можно будет узнать свой результат. У вас отрицательный тест на ВИЧ. Это вам. Спасибо. Миллион человек в России. Диагноз – вирусный иммунодефицит. Без терапии доживают до 40. Врачи утверждают, инфекция неизлечима. Но это не приговор. Чтобы продлить жизнь и ее качество, достаточно вовремя сдать анализ. Многие боятся. Боятся узнать диагноз. Согласно отчету Минздрава России, за 2020 год сократилось тестирование на 14,3% населения. Это говорит только об одном – что не все живущие с ВИЧ знают свой диагноз. И по оценкам специалистов, около 20% ВИЧ-позитивных людей не знают о том, что они являются носителями ВИЧ. И именно эти люди дают 50% новых случаев заражения. Безусловно, в этой ситуации мы должны говорить о том, что тест на ВИЧ, он должен быть в программе регулярного ЧК по здоровью. То есть раз в 3-6 месяцев любой человек должен проходить тестирование на ВИЧ. Это то же самое, как бегать по утрам, как чистить зубы. Тест для победы – совместный проект благотворительной организации из Татарстана «Новый век» и Чувашского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Задача компании – привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, чтобы люди привыкли проходить регулярное тестирование и заботились о своем здоровье. Я сегодня сдала тест на ВИЧ, и я считаю, что это совершенно не страшно, потому что нам уже рассказывали о том, что ВИЧ-инфекция имеет инкубационный привод, который длится довольно-таки долго. Лучше узнать о своем ВИЧ-статусе как можно раньше. Желательно, конечно же, каждый год проверять это все, чтобы потом в дальнейшем контролировать, если вдруг что-то произошло не так. В Чувашии по официальной статистике более 2600 человек живут с ВИЧ-инфекцией. 1950 бесплатно принимают терапию. Заболеваемость в Чувашии где-то в 4,5 раза ниже, чем по Российской Федерации и по Привозскому федеральному округу. Конечно, самая главная задача, наверное, государственной стратегии противодействия и распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации – это охват скринингом. Любой ВИЧ-инфицированный пациент, он должен понимать, что, во-первых, он должен, когда узнает о своем диагнозе, он в обязательном порядке должен предупреждать своего полового партнера и в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты. 28 июня мобильный пункт будет работать в Урмарском районе. Подробную информацию о его передвижениях можно найти на сайте регионального центра СПИД и в соцсетях проекта «Тест для победы».